При покупке на 1111 рублей на Алиэкспресс с 11 по 17 ноября вы получите кэшбэк. Еще 1111 рублей на новые покупки. Распродажа на Алиэкспресс. Ну вот дорогие друзья, сегодня мы с Семеном приехали на установку базы нашей туристической. Как вы знаете, мы последнее время занимаемся туризмом в связи с демонетизацией нашей страны, так скажем. Вот сейчас мы, посмотрите, вот такое место. В этом месте мы поставили палатку для наших туристов. Сами будем лежать вот здесь. А вот здесь прямо на этом пятаке. Да, она растает потом, даже не чистить наверное. Прям сверху поставим палатку. Конечно. Только подрубить, если маленько вот эти вот березки, вот эти мелкие какие-то лопатой срубить. Вот. Вот и все. Ребята, здесь тоже рядом. Все короче будет у нас рядом. Да? Да. Вот. Аккумулятор у нас один, мы будем освещаться, наверное, с их аккумулятора будем здесь освещаться. Да, протянем себе тоже лампочку. Вот, друзья, кому интересно, ссылочка в описании под натуры. Приезжайте к нам в Якутию. Вон мы дубасились. Можно обязательно. Здесь вот два Женька рыбачат. Ютуберы. Вот здесь они живут. Может кто узнает их, посмотрите. Заряжаемся. Ребятам титанат привез, чтобы они зарядились. Ну как рыбалка-то и у вас идет, ребята. Отлично. Отлично, слабо. Где можно посмотреть вашу рыбалку? Канал рыбалка 68 и канал Евгений Федоров. Отлично. Титанат, друзья, вот он, легендарный титанат. Так, мы сейчас, короче, ребят, сделаем, дальше продолжаем установку базы для ребят. Так, печку мы решили поставить в этом углу. В этом углу мы ставим печку. Хотя она должна стоять, конечно, здесь. Вот. Ну вообще без разницы. Тут можно ставить либо там, либо тут. Как, кто, как, где полюбить. В общем, Семен, по всей видимости, полюбил здесь. Чтобы она стояла. Ну и тут будут четыре кровати стоять. Ребята здесь четвером будут жить. Палатка у нас огромная. Вот. Друзья, я приехал встречать наших дорогих гостей. И река Стрекаловка еще не замерзла. Там лежит наледь. Вот. В общем, столько людей вот здесь вот собралось. Сейчас можно приехать только на снегоходе сюда. Вот. Автотранспорта нету. Люди, есть люди, которые улетают. Но мы люди, которые их встречаем. Проехал по наледи. Посмотрите. В принципе, сам отряхается снегоход. Так, вот Роман. С утра нас чем-то радует. То есть уже день, обед. Приехали на обед. Да я. Всего по чуть-чуть привезте. Вот это что? Что я? Шужук. Шужук. Ты что делаешь? Это все камина. Все камина. Все камина в разных формах просто. А это что? Это козы. Козы. Смотри, какой красивый сало. Это вот Жая. Наверное. Сайт. Вот что. Бомба. Вот что это стало? Так, Евгений. Ну, пробуйте. Не там шоколад в Казахстан. Сколько едет? Ха-ха-ха. Одни деликатуства. Евгений, расскажи маленько о себе, что, как, откуда приехал. Да, приехал с Подмосковья, города Подольска, родом Сомска. Вот, приехал к тебе Костю, взял меня. Осень еще. Ну, восьмой. Весной планировали, да, у тебя не получилось. Вот только сейчас получилось, приехал. Первый день в рыбалке, доехали. Классно все, слава встретил. Прикольно. Путешествие такое получилось. Сидим сейчас, обедаем, второй день. Вчера, вернее, вечер был, сегодня рыбачим. Окунь долбит, клево. Щучка попадается, все классно. Ребята все замечательные, все хорошо. Вот. Спасибо за приглашение. Спасибо, что приехали. Роман, как у тебя впечатление? Отлично. С утра встали, пошли. Видимо, чуть-чуть не в том направлении, чтобы рыба была неактивная. Лунок 10 сделали, и прям что-то как-то не шло. А потом, как нарвались на одну лунку, и просто вот с одной лунки бам-бам-бам-бам. Это там, да, под берегом? Да, под тем берегом, чуть правее. И щука пошла. С одной лунки по две, по три щуки. Ну, щуки небольшие, конечно. Ну, у тебя было, когда, ну, где-нибудь так ловил еще вот, ну, ранее? Нет, у нас точно такого не найдешь. Ага, то есть впервые на такой попался, да, на такой кулерку с одной лунки? И огонь, они-то хорошие там. Сейчас вот ребята притащат, смотрите. Ну, отлично, отлично. Там, я думаю, где-то штуки 3-4 за килограмм. Кило, наверное, 200, даже может быть, 300. Ага, понял. Бум, взвешивался. Отлично, отлично. Ну, поздравляю, поздравляю, ребят, вас. Вот, Семен даже порыбачил маленько, да? А что у нас сегодня на обед, Семен? Борщ. Борщ. Украинский? Нет, не украинский, российский. Ясно. Вот салаты. Вчера вот сделал что-то, Семен здесь. Хэ. Хэ, да. Щуки, кстати, бомба. А, сегодня уже получится-то ладаном. Получится-то, конечно, вообще бомба. Понял, так. Подслушанную еще такая. Вот пробуем казахский. Деликатес. Да, вот этот я хочу попробовать, вот этот вот. А ну, жеребятин наш. Ну, тоже вот они. Един, то есть жеребятин. Да, и все едят. Казахи ее в приоритете ставят. Ну, они более это. Не жеребенка, а не жеребенка. Так, ну вот, Роман, так как ты приехал в Якутию на рыбалку, от моих друзей, вот такой тебе презент. Это якутская велирная компания УРУ. Наша, ну, она крупная, сама считается, в Якутии. И вот тебе вот такая настоящая серебряная блесла. Ну, вот, лежи. Дорог. А еще с этими поливаниями, чего хорошего, ну, не потанешься. Сжёбрый. Попробуй, попробуй, попробуй половить. Все, реально на нее половить можно? Да, можешь половить. Потом, Евгений у нас это, приехал ко мне в гости на клювую рыбалку, вот, ему такая шапка. Ох, спасибо. Ох, спасибо. Они мерзли. Можно надену сразу. Да, и традиционный якутский нож. Томчик, дай безмен, пожалуйста. Можно посмотреть. Нас принято давать эту денежку, ну, какой-нибудь, замен, да, копеечку, чтобы не поссориться тебе. Спасибо. Спасибо. Вот, видишь, что ты хотел купить? Да. Денеж подарили. Ага, а он обрастрелся, что он не попал с нами в магазин, на который же купили себе? Копеечку надо или бумажную? Потом, да любую копеечку там. Копеечку дай. Медак самого, спасибо. Вот, потом, ребятам тоже всем, ну, заходите там. Дима, заходи сначала, потом все же. Так, кило, 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 ровно кило, мы думали кило двести. Так, сейчас вот это вот взвесим. Так, Денис, да, Денис? Дима. А, Дмитрий, вот откуда приехал, расскажи маленький себе. Город Москва, 900 граммов вот этот вот. Города Москва, ничего себе. Ну, как тебе клев вообще на первый день? Ну, супер на самом деле. Если мы смотришь это все в подводную камеру, когда они вылетают, вот эти все, у меня огромные такие балланды, и ты вообще просто их собирается целая куча. Ну, на самом деле, непередаваемые такие ощущения, незабываемая рыбалка, я бы сказал. Я уже даже, ну, мы взяли, честно говоря, мы взяли чуть-чуть. Просто так, как вы сказали взять, мы взяли. Остальное мы запихнули в эти, в лунки. Мы так вот взяли немножко. Видите, здесь немного рыбы, это, в общем-то, как бы, есть вот сзади горы и побольше, но вот это наша горка. Ясно. Ну, слушай, ну, хорошие, поздравляю, поздравляю. Да, это рыбалка, ну, на самом деле, не забываем. Вы что-то снимаете тоже, да, какой-то блок? Да, да, конечно, мы снимаем. Какой у вас блок? У нас канал называется Фишмастер. В общем, просто канал называется Фишмастер, друзья. Если вы хотите посмотреть в подводную камеру, вот, именно мир подводной Якутии, вы можете зайти и посмотреть. На самом деле, очень красиво здесь, как и в плане природы, так и под водой. Я, на самом деле, наслаждаюсь. И Вячеславу большое спасибо за то, что он в гости нас пригласил. Рыбалка, друзья, вот, если к нему приехать, просто незабываемая. Даже вот нам он так сказал, вроде, спокойно, ну, рыбалка. Но мы, когда вот у нас все это началось, адреналин прямо, как бы, и там мы такие все, вау, вау, класс, здорово. Когда ты с одной лунки начинаешь дергать этих окуней просто пачками. Они собираются по 30 штук там, просто целая стена. Короче, далеко даже ходить не надо, да? Да, такое не надо, тут вот можно выйти прямо, вот, если посмотреть от лагеря, он 30 метров отошел, и можно, соответственно, ловить. Но мы погуляли, мы хотели погулять. Щуки тоже много поймали, но щука пока не крупная. Вот ребятам на жерлицу попалась такая 4 килограмма, а у нас такие вот в районе килограмма. На вибы, ну, много-много. Я там в районе 10 штук поймал, друзья, ну, вы тоже можете посмотреть, как они под водой клюют, атакуют, они, конечно, жадно, удочки прямо из рук вырывают. Ну, но пока вот больших нет, не видели, даже подводную камеру, может быть, боятся. Ну, попробуем еще, попробуем, время есть, я думаю, сейчас перекусим. Да, каешь, у вас еще времени столько. Перекусим, вчера нас угостили. Сейчас доест, наверное, какая рыбалка. Вчера нас угостили едой, здесь, конечно, такие вкусные приготовления пищи, то есть вот фунчеза с лосем была, друзья, лось запеченный с овощами, блин, просто волшебное. И вот это все в казане, просто вкусные, очень вкусные вещи, я прям доволен уже в первый день, столько положительных эмоций, просто спасибо огромное Вячеславу за то, что вот просто позвал в гости на такую рыбалку, на такой отдых, прям отдыхаю душой и телом, честно вам скажу, помолодел лет, наверное, на пять. Ну, отлично, отлично. Все, спасибо. Ну, давай, расскажи маленько эмоции свои, какие впечатления у тебя первый день с рыбалки? Ну, столько окуней я еще не видел, если честно, и именно активного окуня, да, у нас обычно, ну, как, окуня бывает на водоемах, ну, поменьше, конечно, но тоже бывает много, но, чтобы он так рьяно атаковал приманки, ну, это удивительно, и размер средний, да, там, ну, очень мало окуня, меньше 400 грамм, то есть мелко вообще нет, у нас мелкие доминируют, а здесь... Откуда приехался? Волгоград. Угу. А, ну, снимаешь на какой, без какого канала? У меня канал Соленград Фишерс, поменьше подписчика, чем у тебя, ну, 176 миллионов тысяч. Ну, я чисто спиннингист, у меня именно хищная рыба, я не ловлю там, если ловлю карася, например, то только на спиннинг, как ты вот на Калибло видел. Снимаешь, да, в общем, для канала, будешь, да, выкладывать ролики? Да, конечно, с этой целью приехал. Хорошо, отлично. Син снимает. В общем, в общем, друзья, вам вот это, от моих друзей, от ювелирной компании УРУ, вот такие якутские серебряные блесна. Спасибо. Попробуйте, порыбачите, половите. Вот Диме тоже дадим, сейчас Дим зайдет, вот. Обязательно. Хотя бы пару рыбок вы должны на них поймать, попробовать. А прямо из серебра они, да? Да. Порезал ты это густым ножом уже? Посмотри. Диме, если тебе надо, я могу нарезать вот этих подводных поимок. УРУ. Попробуем, разловим. Держи. Спасибо, спасибо, Слав. Да, Саша, это классная блесна, но мы на нее поймаем под водой и сделаем вам поимки. Попробуй, попробуй, да. Я поймаю, поймаю, там думаю, что получится. Блин, на самом деле, надо посмотреть сначала. Я бы подарил, но мне там прямо. Главное, у них уру-ру, уру-ру. Серебряный, да, у нас, Слав? Да, да, да. Ну, смотрите, какая классная. Попробую ее прямо сейчас, вот как пойдем, после обеда я ее прямо поставлю и попробую на камеру на нее поймать. Я думаю, окунь должен сразу схватить такую блесну. Фурбольно она красивая, друзья. Смотрите, рука какая. Она даже с мастеречкой, с чешуей, совсем красивая блесна. Да. Серебряная, серебро. Серебро. У Мана, посмотрите, такая жерлица, кажется, очень интересная. Да, это у нас мастер один делает. Мастер один делает, да? То есть он на заказ делает, да? Ну, он да, вообще делает на заказ. Ну, там, кстати, к нему очередь. Вот, посмотрите, у него даже, он вырезает на лазере логотип. Да, да, дополнительно можно попросить, чтобы логотип. Ну, сама из чего изготовлена конструкция? Это получается... Ну, ДСП, ДВП, ДСП. Это USB, по-моему, в виде. Да, это USB, по-моему, и фанера. Здесь фанеры можно сделать. Здесь наклеенный утеплитель. Утеплитель. Трубка. Это обычная сантехническая, по-моему. Сантехническая белая труба. Все, вот так вставляется. Катушка здесь, в принципе, самая такая интересная с трещоткой. Трещотку можно поставить, если крупная плотва или окунь на сантехниставишь, чтобы она не сдергивала жерлицу, на трещотке стоять будет. И, в принципе, вот, показать нужно, что выходит отсюда, вот, из трубки. Да, она вот, получается, леска заходит в трубку. Да, трубка входит. По трубке проходит, выходит, и все, и туда в грунтку опускается. И флажочек как исполнен? Флажок, получается, большой, хороший, высокий. И он прошит еще светоотражающей лентой. То есть фонариком просто достаточно посветить, и они как новогодняя елка горят. Незалека. А вставлен как в трубку? А сюда вот он здесь, здесь получается, по-моему, это трубка от вина или отчего, и в ней вырез. И он сюда вот так убирается. Вот. И получается... И я вот 7 штук даже на самолете без проблем привез. Привез. Даже никто не спросил, что там у тебя такое интересное. Не, ну, понятно, они видят, что это жертвы. Там же рыбаки тоже сидят. Ну, все так собирается аккуратно, убирается. Ага. Раз. Можно тройники, можно динамики. Ага. В таком состоянии. Прикольно. Вот тебе еще подарок. На лето будешь пробовать щук ловить. Ой, спасибо. Спасибо. Жень меня прям тут задарил. Колебалок. А, еще колебалок. Да колебалками пока порыбачь сам. Потому что... Это я все оставлю тебе. Ну, пока порыбачь имя. Набрать я тебе покажу. Можно там привет ты передам? Конечно, давай. На родину. Передам привет в Нижнюю Омку. Вот. Королевы с севера Нижнюю Омку 23. Видно? Ага. В этом году было. Давно уже не был в Нижню Омке. Вот. Стра передала шапочку. Вот. Передаю всем привет своему товарищу, который на тебя подписан. Ага. Володя Галябин. Вот. И всем, кто меня знает, всем передаю привет. А многие смотрят тебя, многие подписаны, радуются каждому твоему ролику. Спасибо. Вот. Всем спасибо. Всего хорошего. Тебе много интересных роликов. Самое главное, чтобы смотрели тебя, подписывались. Спасибо. И побольше гостей к тебе. Спасибо, Джима. И летом, и зимой. Хорошо. Спасибо. Чтобы ты развивался. Спасибо. Тебе тоже, вам и тоже все хорошо. Всего доброго. Спасибо. Так, тут Василий Николаевич, к нам в гости заглянул. Глава района. Посмотрите-ка, вон. Сейчас. Ром угощает своими этими великотесами казахстанскими. Да. К нам. Вот они все эти тут проверяют тоже. Кстати, поймали очень интересную рыбу. Сейчас покажем. Сами не знали. Долго спорили. Вышел. Слухи были, что здесь эта рыба водится. Вот. Сегодня глава нам покажет, докажет всем, что эта рыба здесь водится. Так что, вот. Я уже в шапке. Вот. От Женька. Подарок. Королева. Нет, это там мероприятие, так называется. Шапка-то просто Нижняя Омка. Омска, да? Омска. Из Омска есть люди. Из Волгограда, да? У нас. Из Сталинграда. Москва. А, Москва. Волгоград. Тамбов. Подольск. Подольск. Кемелья. Я бы, по-анимору, говорит, там не было. На Омск. Так, друзья. Сейчас посмотрим улов Василия Николаевича. Чир, чир посмотреть. Да, посмотреть. Доказательства прям хотим увидеть своими глазами. Александр сейчас. Это вы на сети, на сети сегодняшней. Это щуки. Так. А вот и чирок. Ух ты, хороший Чир, слушай, вообще хороший, да? Вообще хороший, да? Ну-ка. Смотрите, вот такой чирок. У тебя весы далеко? Так, сейчас Семен взвесит. Семен взвесит. Из-за 2903, прям. Роман сразу определился им опытным глазом. Чир, как настоящий рыбак. Чуть-чуть, чуть-чуть приврал. Вот такие есть. А, это сорога. Это сорога. Нифигащий сорога. Да, кстати, вот где они рыбачат. Вот на жевса, на жевса кого ставят. Да. Вот он, он не хочет, он не хочет. Какой характер? Ого, вот такой характер. А, вот он. 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 Таких ловит. Таких ловит, да. Таких ловит, да. Таких ловит, да. Да, вот смотри, как оплатва. Вечером, знаешь, как наклевать будет на мормышку? На мормышку надо. Ну, там, где они сидят. Сейчас подкормить там, и вечером уже будет клевт. Ну, мы решили постепенно. Ну, ясно, ясно. Так, утро. Сейчас ребят должен увезти, мусор увезти. Все уже рыбачат давно. С утра два женька сегодня уезжают. Мне еще там заказов куча. У нас с Семеном больше какая-то как бы там бытовуха получается. Рыбачить все не получается никак. Так, сейчас буду улов смотреть. И по мешкам буду рассорсовывать и увозить в поселок. коллега бухгалтерша просила. Семеновне, как всегда, традиционно. В общем, кто нуждается в рыбе, тому рыбу, увезу таких хороших карасиков. ой, хороших таких как кушет кушет кушет. Ребят, наловили у вас на этом озере любезь рубачит. Такие вот, уловы чисто вам показываю с утра. Вот, они прям задумели аж. Тут караси ищут. Охунищи, то есть. За карасем еду, поэтому все карастями обзываем. Вот. Снимем сетки наши карасевые. Вот, ребята уже вон потихоньку идут, видимо. Ладно, ну давайте, будем собираться. Сахам сирин нырдюгэр Түйест димник инан Джилор ойун кемиге Урғая кире тыйнан Тула әтті мақмана Туман болан оргуя Эңдестесир халам Хайы салгин бұл дуя Тула әтті мақмана Туман болан оргуя Түйест димник инан Тула әтті мақмана Хайы салгин бұл дуя Дой топа Отмаз бүрінен туырар Урға әтті мақмана Туман болан оргуя Түйест десесир халам Хайы салгин бұл дуя Тула әтті мақмана Туман болан оргуя Түйест десесир халам Рисок и мудрояк дойдут парк. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok так же не тут уже дрова колит но друзья приехал я увез ребят оставили не мне палатку до следующего года приехал вот недавно из поселка привез заказа ребятам они вон там и добавился еще одна палатка приехал я думаю многие из вас знают догадывается сейчас поедем за дровами с евгением он решил вызвался мне помочь и заодно за скотчем когда аркадьевич он приехал проверять дети последнее время контент весь связан с сетями вот окуня в принципе можно посмотреть окуня куча там вот мы сейчас ездим проверим вот по этой дороге как там дорога вообще люди что чем занимаются так вот здесь палатки у нас конечно же сидит всем знакомый семён семён покажи карасиков пожалуйста наших что будешь готовить расскажи маленько пожарим нашим туристам они будут жареное есть да а почему туристам уху не мы не можем сделать тоже наша эту тему не понимают да ясно хорошо приятного это приготовление так сказать это же удовольствие тоже до такого карача готовить сколько там граммов 500 надо полкило полки ложки такие хорошо ну ладно будем ждать это мы поехали за дровами короче ну вот пришли на озеро вот мы не находимся на озере имеется ввиду пришли посмотреть на сети что же мужики поймали сегодня к девич напарник с которым мы рыбачим на ряпушку здесь поставил сети у меня есть ролик с проверка сеток на карася это там на одном секретном озере а на этом озере тоже люди ставят сети мы даже хотели тоже поставить здесь сетку семеном но передумали что-то сейчас вот идем проверять смотреть что же поймали мужики на свои сети вот видите вот вода налить выскочила поверх льда и ломается он женьком ходим евгением так ну вот ребята есть мужики сейчас поймали рыбу покажут сейчас посмотрим хоть что за рыба ловится еще кроме о вот от сразу видно вот хорошая рыба лежит по моему вот это совсем другая отличие от этой вот или да это пелли до называется крупная считается перед или мелко мелко то есть здесь такая постоянно перед ловится а покрупнее бывает вот это вот так называемые сороги красные красными глазами как мы сорога называем красноперка да и окуни вот самые ценные рыбы мужики приехали вообще как бы за такой рыба я так считаю ребята собирают свой улов местные рыбаки каждый год здесь рыбачить и да ребята каждый год рыбачить ну вот с евгением и дров на готовили так здесь вот жень молодец конечно вообще перетаскал все дрова моментом вот здорово здорово игорь здесь приехал оказывается даже не видел ну чё ребят как рыбка что 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 вообще вообще вкусно слава класс класс бульон огонь все вкусно карася еще не пробили нацелиться журнички вкусные как смешность я так буду хрена семена мы вчера проверяли сетки вот привез привез я карасиков ребят а вы жареного попробуйте вы же любите жареного карася вот этот наш карак совсем другой с ним вот а вот семена фаршировал карася здесь всякий всячины вкусной бомба бро бери целиком его и ешь как бы себе красиво смотрится красиво пусть на кидать на съешь ты его целиком это вот здесь лук манка конечно еще добавили фаршировано попробуй семён нас угощает жареным вернее не жареным поменьше котором семён нас угощает поиск растя то есть вот это вот бульончик с молоком а это чисто карась и лентика не желтая икра внутри как он красиво смотрится круглый настоящий золотой карась который у нас в водограде практически не осталось это якутский бриллиантовый я так думаю что алмаз наверное все таки мне он показывал фотки карасем такие кругляши ну-ка можно посмотреть